Украинский военный На Луганском направлении ситуация относительно спокойная. Боевики 4 раза нарушали режим прекращения огня. На Мариупольском 20 обстрелов, 8 с использованием тяжелых вооружений. Наиболее острая обстановка на Донецком направлении. В штабе АТО сообщают. Число выпущенных снарядов и МИН по украинским позициям и гражданской инфраструктуре превысило 600. Зайцеве – мінометик та артилерія калібром 152 мм. Насалений пункт Верхнеторецьке – там ворог застосував гармати калібром 122 мм. А в Діївку – там відбувся обстріл з мінометів і гармат усіх основних калібрів противника. І другий, так званий сеанс великокаліберної стрілянини з гармат танків і мінометів, противник розпочав вже з настанням вечерних сутінків і продовжував до пізнього вечора. Найбільш запеклі бойові дії тривали знову ж таки поблизу Авдіївки. Вони тривали впродовж 7 годин, практично без перерви. Один з ворожих обстрілів було особливо щільним. Впродовж 75 хвилин окупанти випустили по наших позиціях 220 снарядів. Вогонь ввився з використанням артилерії калібром 122 мм. Совет ЄС одобрил продлення санкцій против России на полгода. Это касається 146 физических і 37 юридических лиц. Ограничительні меры приняты за причастність к агресії против України. Экономічні санкції против конкретних секторів російської економіки продлені до 31 января 2017 року, а санкції за аннексію Крима, неограничиваючіся територією полуострова, до 23 июня будущого року. Ограничення касаються заморозки активів в странах ЄС і запрета на в'їзд на територію блока всем фигурантам списка. Біжавший екс-президент Віктор Янукович і його окруження за 4 роки вивели з України от 20 до 30 млрд доларів. Об этом заявив міністр юстиції Павел Петренко. Експерты і правоохранители установили, на счетах органов власти общего фонда бюджета в начале 2014-го отсутствовали 290 млрд грн. Тепер перед українськой правоохранительной системою стоит задача вернуть эти средства в страну в максимальном объеме. Часть із них – на счетах українських і іностранних банків. Национальний банк України временно увеличив сумму выдачи іностранной валюты до еквівалентів 250 тисяч гривень. Нововведення вступає в силу сегодня і буде действувати до 15 декабря. До этого лимит був 100 тисяч. В Национальному банку подчеркнули – такое решення должно повысить доверие вкладчиків к банковській системі страны. Национальний банк України снизив учетную ставку рефінансировання до 15% годовых. Глава ведомства Валерия Гонтарева отметила, смягчение политики вызвало дальнейшим снижением рисков для ценовой стабильности. В последние месяцы потребительские цены соответствовали ожиданиям регулятора. В Чехии начинали от работы программы по трудоустройству украинцев. В ближайшее время в страну прибудут первые работники. Всего трудоустроят 5000 украинцев. Так власть пытается решить проблему нехватки рабочей силы средней квалификации. Изначально программа была рассчитана на наем только высококвалифицированных сотрудников. Теперь она распространяется и на работников средней и низкой квалификации, сварщиков, слесарей, поваров, водителей, швей и других. Президент экономического палаточного парламента отметил, квота в 5000 человек может быть увеличена. Сейчас в стране 117 тысяч открытых вакансий. В целом же наибольший спрос в Чехии на инженеров-строителей, электротехников, механиков, а также на работников IT-сферы и медиков, особенно сестринского персонала. Прокуратура Бразилии выдвинула обвинение бывшему президенту страны Луису Инасю Луле-Досилве. Предполагается, что он руководил коррупционной схемой в государственной нефтегазовой компании «Петробрас». Об этом сообщил представитель федеральной прокуратуры страны. «Проверки прошли в Совете управления Петробрас, затем в государственных органах. Также прошли проверки снизу доверху, достигнув главных лидеров этих криминальных схем, стоявших на вершине иерархии преступной организации. Сегодня прокуратура обвиняет господина Луиса Инасю Лулу-Досилву как главу коррупционной схемы». Лула-Досилва был президентом Бразилии с 2003 по 2011 года. Его коррупционная схема заключалась в следующем. Строительные компании получали подряды на крупные проекты, а взамен платили откаты топ-менеджерам компании и перечисляли деньги правящей партии трудящихся. По данным прокуратуры, из-за коррупции «Петробрас» потеряла больше 12,5 миллиардов долларов. Обвинители говорят, экс-президент лично получил больше миллиона долларов взятками, включая трехуровневую квартиру в курортном городе в штате Сан-Паулу. Сам Досилва отрицает владение этой недвижимостью. Прокуратура заявила, коррупция в стране носит системный характер. Коррупция в Бразилии не является проблемой того или иного правительства. Обратившись к истории, мы видим, что коррупция укоренилась давно. Рассматривая настоящее время, мы видим, что она обрела системный характер и распространяется на различные уровни федеральной, государственной и муниципальной власти. Перед судом уже пристали многие руководители строительных компаний, топ-менеджеры «Петробрас» и политики. Некоторых приговорили к длительным тюремным срокам. В Пакистане столкнулись два поезда. Шесть человек погибли, 150 ранены. Не разминулись пассажирский поезд и товарный состав, который, согласно расписанию, не должен был находиться в этот момент на путях. Четыре вагона пассажирского поезда сошли с рельсов. В Австралии из-за проливных дождей начались наводнения. Частично затоплены штаты Виктория и Южная Австралия. Жители некоторых регионов говорят, таких сильных наводнений не видели последние несколько десятилетий. Многочисленные реки региона вышли из берегов. В городе Гамильтон эвакуировали жителей десятков домов. Закрыты школы и автодороги. Под угрозой затопления и жилые дома в регионе холмы Адалаиды. Уровень воды продолжает подниматься. Работники аварийно-спасательных служб помогают местным жителям строить дамбы. Также частично закрыта Великая океанская дорога. Популярная туристическая достопримечательность штата Виктория. Там сошло несколько оползней. Австралийские СМИ сообщают об одном пропавшем без вести. Автомобиль мужчины смыло потоком воды. Ливневый фронт движется на юг. Предупреждение об опасности наводнений получили жители острова Тасмания. Очередной день на Паралимпиаде в Рио снова принес наши сборные награды. Девять медалей, из которых четыре золотые, две серебряные и три бронзовые. Золото принесли пловцы, в том числе победившие в гонке, четыре по сто метров и велосипедист Егор Дементьев. Он опередил соперников, заездив на 30 километров с раздельным стартом. Дистанцию преодолел за 36 минут 53,23 секунды. Всего в копилке нашей сборной уже 81 медаль. Это рекорд для украинской паралимпийской сборной. Мы по-прежнему занимаем третье место в общем медальном зачете. Впереди все так же Китай и Великобритания. Финал Лиги чемпионов в 2018 году пройдет в Киеве на НСК Олимпийский. Такое решение было принято на Конгрессе УЕФА в Афинах. Президент Петр Порошенко уверен, финальный матч проведут на высшем уровне. Отметим, накануне Федерация футбола Украины предоставила Совету Европейских футбольных ассоциаций все необходимые гарантии готовности нашей столицы к приему этого матча. На улицах Питтсбурга появились первые в США самоуправляемые такси. Они доступны широкой общественности. Новую услугу запустила компания Uber. Пока ее тестируют. В каждом беспилотном такси два человека – водитель и инженер. При возникновении проблем они отключат автономную систему и возьмут управление на себя. Питтсбург для своих испытаний компания выбрала не случайно. Город известен непростыми дорогами. В таких условиях специалисты могут быстрее выявить недостатки беспилотных машин. Питтсбург – старый город с встроенной системой дорог, на которых много проблем с передвижением. Здесь также бывают экстремальные погодные условия. Поэтому мы считаем, что Питтсбург – это вдвойне сложный для вождения город. Критики говорят, самоуправляемые автомобили еще не полностью безопасны. Однако специалисты полагают, что испытывать новую технологию на городских улицах необходимо. Между тем, не все жители Питтсбурга готовы воспользоваться услугой беспилотного такси. Думаю, эта инновация просто супер, особенно для нашего времени. Но лично мне не будет комфортно в самоуправляемом автомобиле, потому что я из тех, кто им не доверяет. Специалисты компании говорят, главная цель запуска такси с автономной системой управления – исключить человеческую ошибку во время движения по дорогам.